Сегодня я хочу подробнее вам рассказать, как сдаться в плен. Ничего в этом постыдного нет, потому что вы, во-первых, спасаете свою жизнь, спасаете жизнь других граждан и уходите от бремени защищать кремлевскую банду. Знаете, вы спасаете свою жизнь. Еще раз говорю, ничего постыдного в этом нет. Более того, те, кто вас посылает сегодня умирать от обморожения, от пуль, от осколочных ранений, они все отдыхают, и у них прекрасно проходят выходные, праздники, в чем вы могли убедиться, посмотрев предпоследний сюжет об одном из депутатов Васильеве, который из Мексики, разбавляя пиво с каким-то еще зельем, закусывая креветками, поздравляет вас с Новым годом. То есть они, откровенно говоря, не просто наслаждаются жизнью, они беснуются, они радуются тому, что вы погибаете, но они продолжают на этом зарабатывать деньги. Хотя бы вот из этих соображений вы должны предпринять все возможное для сохранения собственной жизни. Она еще понадобится для вас и для ваших родных, близких. И в случае, если вас насильно, повторяю, не руками и ногами вы придете, а насильно доставят на сборные пункты, а впоследствии перевезут вместо дислокации уже на территорию Украины и кинут на амбразуру, как говорится. Именно так происходит. Сегодня многие жалуются, что без подготовки, высказывая тем самым вроде бы свое согласие. Мы готовы воевать, но вот только подготовить нас нужно. Друзья, ну поймите, что в Украине такие же люди. И хорошие, и плохие, но просто люди. И уж точно вот эта война, это не решение проблем. В любом случае, это проблемы Украины. В России есть свои, и вот с ними нужно было справляться. Но знаете, это присуще российским гражданам, ввиду их такой трусости, алчности, не замечать у себя под носом все, и агрессию выплескивать на тех, кто находится по ту сторону границы. И НАТО виновата, и какие-то отдельные представители национальностей, религий. Все, кто угодно, но только не окружающие их путинские бандиты, даже в своем собственном регионе. И, конечно же, сами они вообще ни при чем. Не выбирали они этого Путина, не создавали иллюзию выборов, но и многое-многое другое. И вот, наконец, настал час расплаты. Для каждого практически, потому что если вы не воюете, то кто-то из ваших родных, близких пойдет рано или поздно обязательно. Потому что цель ведь не захват там Украины, и тем более Киева. А цель уничтожить как можно больше людей, свидетелей. Я не перестаю вам это повторять. Уничтожить свидетелей, их преступлений. Чтобы некому было предъявлять по счетам. А потом они разъедутся доживать, в крайнем случае, в какие-то страны. Кто в Африку, кто в Мексику. Там, где у них центр жизни. Ну, и тем более в Европу. Вот сегодня Чубайс ходит, понимаете. Конченый негодяй, который грабил все долгие годы Россию. Он ходит свободно по Европе, без охраны, наслаждается жизнью. И не только он. Это более такая, знаете, яркая, публичная личность. На самом деле их огромное количество. И я тому очевидец. И вот вы оказались, да. Неволею судьбы. Это уж, извините, ваш выбор. Можно было бы и не пойти, да. Пройти какое-то следствие, какой-то суд. Получить условно штраф. Страф сегодня не сажает на большие сроки, несмотря на угрозы. Но вы выбрали, так сказать, путь в надежде, что останетесь живы. Когда попадаете на фронт, вы сразу сталкиваетесь с той картиной, которую не рисовали себе в самом кошмарном сне. От разрывов снарядов у вас лопаются перепонки. Осколочными снарядами разрывает на части ваших боевых товарищей. Ну и в результате, конечно, те, кому удается выжить, оказываются на больничной койке. Потом вас ждет инвалидность. Ну и долгие-долгие годы до самой смерти, нищета, забвения. Потому что никому вы не нужны. Вспомните вот Великую Отечественную войну, которую вы называете, на самом деле, Вторую мировую. Как расправились с вернувшимися с войной инвалидами. Их всех сослали, сами знаете куда, от глаз подальше, чтобы они не портили общую картинку. Я вам рассказывал все это подробно. Ну и там они, так сказать, умирали в голоде, в холоде. То же самое сейчас. Много уже роликов, когда плачут, там подайте, пожалуйста, на протез, дайте на операцию. Нет, лечат в неприспособленных больницах, в какой-то там ДНР, названной там ЛНР, оккупированных территориях. Ну, естественно, уровень там медицинской помощи, сами понимаете какой, он не позволяет достигать высокой выживаемости и сохранения каких-то там органов. Поэтому никто вами не дорожит, не бережет. Вы расходный материал, вас будут все равно уничтожать, слесарей, инженеров, врачей, всех абсолютно, поскольку для них не имеет значения. Для них весь народ это быдло. И вот вы оказались на фронте, это страшно действительно, условий никаких нет ни для отдыха. Это все-таки не караул для тех, кто служил в армии, им кажется, что они пойдут на боевое дежурство, там где-то подежурят, постреляют по мишеням несколько часов, а потом уединятся в караульном помещении. Они поедят разогретую тушенку, может быть даже по рюмке пропустят в тепле, хорошо. Нет, друзья, всего этого нет. Нет обмундирования, я вам демонстрировал в многочисленных роликах. Вам от пинбола дадут бронежилеты, у вас портянки вместо носков, никаких вещмешков, никаких нормальных касок. Ну, вы уязвимы, максимально уязвимы. И, естественно, на позициях вырытые, если не вами самими, то эскаватором окопа, они не приспособны для нахождения в них длительное время, тем более в период морозов. Поверьте, я служил, и служба у меня была очень легкая, и учение в том числе, и с азаматом пришлось побегать. Поэтому, оказавшись в этих условиях, даже устойчивый, так сказать, ко всем этим погодным явлениям человек сибирской закалки, он, конечно же, начинает паниковать, это минимум. Отсюда очень много обморожения, вы не готовы, не готовы вы находиться там сутками в этих ледяных окопах на полных водой, поскольку грунт до конца не промерзает, а эта корка поверхностная лопается. Это просто страшно посмотреть, когда ваши тела обнаруживают в этих окопах, их сложно даже опознать, потому что они, во-первых, в грязи, не говоря уже о том, что они обезображены в результате ранений. Так вот, чтобы не оказаться в украинской земле, ну и как идеальный вариант, где-то на одном из массовых захоронений, на краине какого-нибудь регионального кладбища. Кстати, большую часть, напоминаю, не забирают, ну потому что выгодно, когда вы считаетесь пропавшими без вести, трупы гниют, их раньше украинская сторона каким-то образом пыталась сохранить, но ввиду огромного количества это не представляется возможным. Поэтому вот эти бесславные, безыменные братские могилы, они сегодня по всей линии фронта. Ну, естественно, вас никто не забирает, вы же видите, пленных не спешат обменивать, пленных даже не обменивают, живых, а что говорить о мертвых. И в итоге, что не получает даже ваша семья те компенсации, на которые там очень рассчитывают некоторые российские жены. И назад вы не пойдете, дело в том, что там есть заградотряды. Это уже факт установленный, вам не дают отступать, потому что не впереди, так в зале вы, сзади вы пулю получите. И у вас остается один только способ сдаться в плен для того, чтобы разместили в абсолютно нормальных условиях. Да, конечно, это не пятизвездочная гостиница, но эти лагеря, где содержатся пленные, они оборудованы всем необходимым, даже лучше, чем следственные изоляторы и колонии Российской Федерации. Намного лучше, поверьте, и питание там есть, где двухразовое, трехразовое, ну и медицинская помощь, естественно. Ну и есть шанс остаться живым, вернуться, кто хочет. Кто не хочет, пишет отказ от обмена на период, пока война не закончится, а потом, конечно, вы вернетесь, безусловно. Во-первых, условием для сдачи в плен должно быть неприменение оружия. И желательно, конечно, то заявление, образец которого я предложил вам заполнить. В нем написано, что вы не хотите добровольно принимать участие во всей этой военной операции или войне, иначе говоря. Ну и вас, естественно, исходя из содержания, доставили туда насильным путем. При этом вы, попав в плен, сдавшись в плен, сообщаете, что не произвели ни одного выстрела, что ваша цель была избежать эту мобилизацию. Но поскольку это не представилось возможным, вас на фронт конвоировали, то добровольно сдаетесь властям Украины. Передаете свое оружие, если оно у вас есть на руках, сообщаете необходимую информацию. И никто вас не тронет, поверьте, даже не ударит, о чем свидетельствуют многочисленные вот эти сюжеты военнопленных, рассказывающих о условиях содержания. И сразу при виде военнослужащих ССУ поднимайте какие-то белые флаги из ваших, не знаю, тельников, может быть, носовые платки, вам ваши жены приготовили белые заранее. Поднимайте руки, и это понятно, это необходимые условия, вы же не выйдете с автоматом наперевес, на встречу, и при этом вам это позволят сделать. Потому что, ну, это же может быть, собственно, и обман, да, впоследствии применения оружия. Поэтому вас, конечно, заставят лечь на землю, как нормальное задержание, никто не ударит, не бойтесь. Вы сообщите сразу, что цели у вас такие, намерения такие, сдаться в плен. Ну, и все, вот и все, на самом деле, очень просто. Во-первых, вашим родным сообщат сразу, что вы живы и здоровы. Снимите, так сказать, тревогу у них, поскольку они больше, если есть нормальные, конечно, родные, там, да, остались еще такие, которые переживают. Вот, и при этом будете ждать окончания войны, которая скоро закончится обязательно. Если нет, ну, что я могу сказать, погибните, погибните, и даже не за понюшку табака. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...